Нашла. Снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде и согласно своему эфирному коду ДНК. Как яйцо вокруг неё, как скорлупа. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берём Ингу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Инги поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошёл подъём. Мы на месте. Мы приветствуем Ингу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам своё биополе на период сеанса? Она кивает и показывает. Это паутина вокруг неё. Паутина? Да. Скэнер разрежет эту паутину, выведет всё на частоте этой паутины из биополя Инги. И всё то, что выходит, формируется в шар. Как всё выходит, я это с силами его намерение отправляю сразу в клетку-тюрьму. Пошёл процесс. Там арахноид с потомством на голове в этом шаре. Хорошо. Арахноид с потомством летит в клетку-тюрьму. Шар сформировался из паутины. Отправляю его в клетку. Готово. Хорошо. Арахноиды тоже в клетке? Да. Арахноид, а что ты тут устроил? Инкубатор устроил. Вот таких размеров инкубатор? Так легче энергии сохранять. Ну ты в курсе то, что она может тебя сегодня уничтожить со всем твоим потомством? Прямо здесь в клетке-тюрьме, если она скажет. Она не посмеет. Откуда у тебя такое ощущение важно? Он её запугал. Ты её запугал? Да. А как опия его боится? Хорошо. В моих руках появляется шар. Энергия от мана. Хорошо. Любишь пугать? Засуну тебе этот шар сейчас в одно место. Она потомство показывает на своё. Нельзя. Слепит он. Слепит? Хорошо. Может потом в стату и отправим. Ещё начи стату. Но без тебя. Ты сегодня будешь отвечать по полной программе. И получишь всё назад, то, что ты ей дал. Итак, даю команду. Значит, три скэнера сканирует пространство над головой Инги под ногами. 360 градусов вокруг неё. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки чужеродной энергии воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится её заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Инги. Находит всё. Красный дракон. Инкуб. Пес. Всё. Кто воздействовал из вас на её горло? У неё комок там. От кого? Арахноида. Арахноид получает удар 50 тысяч герц. Удар. Силы моего намерения. Вытаскиваю этот комок из её горла до последнего чипа и датчика. Всё выходит. Скэнер, помогай мне. Выдавливай это всё. Формируется шар перед ней. Выходит этот комок из горла. Потому что шар как мяч. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И вот туда арахноид, куда этот шар ушёл. Сегодня уйдёшь ты. Ты тут запугивать будешь людей, да? Сущность паразитарная. Какой у нас бес? Посмотри, Вера. Он получил свой удар, Вера. Он получил свой удар. И у него длинные усы какие-то толстые такие, арахноида. Лапа повредил-то ему ударом. Может он таракан с большими усами. Значит, отправили его к тараканам сегодня. Итак, какой у нас бес? Восемь. Сколько находился в биополе бес? Три года. Сколько находился инкуб в этом биополе? Семь лет. Какой у нас красный дракон? Тридцать один восемнадцать. Так. Тридцать один восемнадцать не будет просто так заходить. Что ты воровал, паразит? У тебя есть контракт на пребывание в её биополе? Нет у него контракта. Агрессивная делала я в сердечной чакаре. Агрессивная? А кто тебя просил делать её агрессивной? Он разжигал пламя. Кто тебя просил делать её агрессивной? Он этими эмоциями пытался. Хорошо. Достаю печать дракона. Включаю её на полную мощность. Пошёл процесс. Выключаю печать. Тогда начинаем сразу с реверса энергии. У дракона платы стоят. Даю команду тонкой копии инги спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную, низкая аббрационная энергия в её биополе. Каналы выстраиваются. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивая канал отдельно к этой паутине арахноида, даю ей команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к инге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Всё, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилию потоки в 50 раз. Сколько находился дракон красный в этом биополе? Два года. Сколько находился арахноид в этом биополе? Двенадцать лет. Кто из вас присутствует в квартире? Инге. Потомство арахноида. Ух ты, плодовитый арахноид. Мы сегодня чистим квартиру. Дракон присутствует. Дракон тоже присутствует. Бес. И бес присутствует. Все, кроме инкуба. Реверс закончился. Со всеми с вами ещё сегодня поработаем. Итак, устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Всё, что не похитили, всё, что не изъяли до последней капли, возвращает Инга себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает всё своё себе обратно. Усилию потоки в пятьдесят раз. Бес, где находится лярва в её биополе? Горло, ноги. А что он там сделал в горле, что там лярва появилась? От этого комка? Да. Энергию он встал оттуда. Этот комок с чипами был подключен. А ты же паразит. Тебя точно сдать надо сегодня в межгалактическую полицию, чтобы они там разобрались, какая ты сущность. Хорошо. Ты хочешь эти лярвы получить? Да, хочу. Ещё где, кроме горла, ты сказал? Горло и что? Ноги. Хорошо. Я дам тебе отдельную команду. У меня частицы души возвращаются от комка. От паутимы. Скеннер, просканируй полноту души до и после реверса. Девяносто восемь сто. Два процента. Хорошо. Ты два процента забрал. Ну, ты уже становишься опасным, арахноид. Я с тобой буду поступать, как я с ящерами поступаю, и гуманоидами. Вплоть до уничтожения. Он грелся этим светом. Это никого уже не интересует. Ты стоишь сейчас в тюрьме, и дальнейшая твоя судьба неизвестна. А вот за то, что ты пугал человека, запугивал её тонкую копию, ты сегодня получишь такое ощущение страха, я тебе гарантирую. Никогда не забудешь. Инга, обращаюсь к вам. 12 лет сидел этот паразит у вас на голове и горле, доставляя вам все возможные как душевные боли, так и на физическом плане. У вас сейчас есть уникальная возможность вернуть ему всю эту боль, всё, что вы пережили за 12 последних лет. Мой вопрос. Вы хотите этого? Хочу. Отлично. Хорошо. Так и будет. У нас реверс закончился. Хорошо. Начинаем тогда с инкуба. Инкуб, выходи, вытаскивай всё, что ты оставил её в биополе, отключайся полностью. Он юбку какую-то снимает с неё, энергетическую. И как она действовала, эта юбочка, инкуб? Мне нравятся девочки. А я не спросил, что тебе нравится, я спросил, как она действует. Она не для украшения была оставлена в этом биополе. Он показывает. Он её заставлял танцевать в этой юбке. Как, просто так танцевать? Нет, не просто так. Смотрел на неё. Хорошо. Всё, снял. Век живи, век учись. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступая. Она, кстати, от этой энергетической юбки не высыпалась ночью, потому что ночью он её заставлял танцевать для него. И где она танцевала? В астрале или на физическом плане? Нет, в астрале, конечно. В астрале. Поэтому не высыпалась, понятно. Ну, инкуб. Мачо встречали, самурая встречали, а тут ещё любитель юбок. Красный дракон достал плату. Хорошо. Скэнер просканируем на частоте арахноида. Что-то ещё осталось или нет? Если есть, сжигай на месте. У меня остаточные. Мы до них дойдём ещё. Остаточные энергии, да? Угу. Хорошо. Бес, твоя очередь, выходи. Отключайся полностью на месте, что ты всё снял. Что у тебя стояло? Нигири на ногах. То есть, тормозил её, утяжелял всё? Он утяжелялся. Страх, что он вниз шёл. Не понял сейчас. Этот страх, он должен был идти вниз, как эмоциями. Волны такие по телу, нежели в ноги. А, там он собирался. Сомнения, страх. Хорошо. Откуда эти сомнения вообще берутся? Объясни мне. Когда дозрание полное, появляются сомнения. Ну, понятно. У нас там 2% было. Скэнер просканировать. Сколько сейчас процентов у Инги? 100. Сейчас 100. Хорошо. Что 2% мы встречали души, у которых было 45%. Души почти 50% около этих пределов. Вот. Поэтому я там ещё могу понять. Но 2% откуда эти сомнения? Это не арахноид случайно или другая сущность? Если тебя интересует эмоциональный фантом, ты можешь со мной кооперировать. Он говорит, что она чувствовала, что душа неполная. И ей было страшно. То есть как? Она не понимала, что происходит. И отсюда шли сомнения. Я понимаю. Значит, это всё равно всё, что от арахноида получается, да? Да. Он не являлся причиной. Хорошо, меня устраивает этот ответ. Снял всё. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы в её биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У меня вокруг шеи лярвы снимает. Вокруг шеи на грудь переходит. Чёрная? Да. Это уже давно. Больше 10 лет. Чёрная и тяжёлая, он говорит. Чёрная и тяжёлая. Хорошо. Он на шее, которую съел, снял с ног. Как в сумочку сложил свою. Хорошо. Всё забрал, да? Да. Хорошо, идём дальше. Даю команду на рассинхронизацию Инги с арахноидом, красным драконом, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белосвет Инги. Этим светом она выдалит из себя всё негативное. Низкая абрационная, патогенная, остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошёл. Энергия выходит. Арахноид формируется перед ней в шар. До 100% всё выходит. Эта информация идёт, как запугивал её арахноид. Он забрал 2% души и показывал ей. Он говорил, что никогда не получит эти 2%, и он должен подчиняться им. Арахноид, а не разбить ли мне тебя сейчас на тонкие тела? И не забрать ли у тебя половину твоих тонких тел? Это я вслух размышляю, арахноид. Он говорит, что ты уже забрал с меня энергии, которые я накопил так долго. Ты слышал о понятии причинно-следственная связь? Это значит, если бы ты сидел дома и не входил в биополе этого человека, ты бы никогда со мной не встретился. Так как ты взял на себя миссию абсолютно и набрался ещё такой наглости душе угрожать чем-то и пугать её, то ты получишь сегодня свою цену. Он говорит, что потомство твоя стоила. Серьёзно? Хорошо. Пыталась энергиями. Ну посмотрим, чем это закончится. Шар вышел, Вера? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая печат и растворяяю, и даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Честно. Хорошо. Безхочи эмоциональный фантом? Хочу. Значит, ты дорасскажешь мне, назовёшь мне пару основных причин из частот, которые я сейчас буду перечислять. После этого я тебя отправлю в квартиру. В квартире ты мне покажешь все порталы, я их закрою. После этого я соберу тебе ещё в дорогу весь негатив, который там находится. Устраивает? Да, устраивает. Выходит эмоциональный фантом Инги, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоэборационную эмоциональную энергию. Её изгенерированное проецируется на её эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он как дым тёмный. Хорошо. Инга, вы готовы с ним расстаться? С этими энергиями? С удовольствием расстанусь. Хорошо. Сворачивайте энергии в шар. Без забираешь? Давай. Отправляю без. Готово. Хорошо. Сейчас бес, красный дракон, уйдут в квартиру. Инкуба я отпускаю первый раз. Инкуб, ты готова уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает всё, что принёс, и уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Открывается два портала сейчас в квартиру. Инге. 1, 2, 3. В один портал уходит красный дракон. Собирает всё, что он доставил в квартире, дожидается меня. Я проверяю, отправляю на его частоту. И бес уходит во второй портал. Как с бесом, как договорились. Пошёл процесс. Ушли. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо, Инга. Возвращаемся к этому моменту. 12 лет воздействия арахноида на ваше здоровье и ваше биополе. Вы готовы вернуть ему всю свою боль? С сожалению, у неё очень много накопилось из-за того, что душа разделена была. Хорошо. Вот эти все эмоции, которые вы испытывали за эти 12 лет, вы о них помните? Да. Хорошо. Выстраивает прямой канал от Инги к этому арахноиду 1, 2, 3. И Инга производит отток всей этой негативной энергии, всей этой боли, возвращает назад откатом всё, что она испытала за 12 лет. В течение одной минуты, 1, 2, 3, пошёл мощный поток, возвращаем до 100% всю эту боль. И не процентом больше. Процесс заканчивается автоматически, когда 100% будет передано. У него идёт горечь, к сожалению, расползается тёмным таким чувством по арахноиду. Хорошо. Мне его не жалко. Плохо дышит, хрипит. Представь себе, как она дышала 12 лет. Готова. Отлично, арахноид. Всё это останется в твоём биополе, ты будешь и дальше испытывать это всё. Сейчас я открываю портал, ты уходишь в эту квартиру, собираешь, чтобы я даже частички твои там не нашёл. Если я что-то найду, я тебя по новой притяну, и тогда уже уничтожат полностью. Тебе это понятно? Да. Открывается портал в квартиру Инги, 1, 2, 3. Арахноид со своим потомством уходит в этот портал. Паутина остаётся на месте. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Под паутиной, открывая воронку в галактическое ядро, паутина уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Клетка пустая, ничего больше нет? Пустая. Хорошо, поехали по частотам. Хорошо, Инга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую, из меня лучи выходят, я их вижу наполнено прекрасными энергиями. Если захотите узнать когда-нибудь на своём этапе жизни, откуда ваша душа, вы можете всегда пригласить куратору, обратитесь к нам, вы можете задать ему 10 вопросов. Хорошо, сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдём к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Инги в её систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем её к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Продолжение следует... Продолжение следует...